Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Марк Бартон. И мы снимали уже один выпуск, он набрал почти миллион просмотров. Сегодня мы целимся в более крупную цифру, поэтому будем обсуждать, как анальный секс влияет на семейные отношения. Но это не точно. Привет, во-первых. Можно про именет еще поговорить. Заходят такие видео. Короче, да, изначально посыл был такой, что нам надо собрать много просмотров, но на самом деле прошлый наш подкаст получился довольно глубокий, интересный, сегодня нужно повторить. Спасибо, что пришел, рад тебя снова видеть. Давай начнем с одной интересной темы, которую, мне кажется, ты сможешь подсветить. Пару выпусков назад я упомянул в одном из своих подкастов цитату Сергея Галицкого, где он сказал, что я вообще не понимаю, почему женщины занимаются бизнесом, потому что это каторга. И после этого я просто получил в комментариях какой-то феминистический рой, меня там просто размотали. И вот мне интересно тебе задать вопрос. Ты как человек, который постоянно взаимодействует с большим количеством женщин по работе, как ты думаешь, почему так произошло? Вроде бы в этом нет ничего обидного или резкого. Я просто сказал, поделился мнением того, как считает человек, и я с ним согласен, что бизнес это в целом-то не женское дело, потому что это очень жесткая, усердная работа, которая изматывает, убивает в буквальном смысле. И при этом получил очень неоднозначный фидбэк для себя. Я тебе скажу, почему женщина так реагирует. Самое первое, отреагировал кто? Те женщины, которые действительно вкалывают с утками, у них вегетативная нервная система находится в постоянном тревожном состоянии. То есть, если взять вегетативку нашу, есть симпатический отдел, есть парасимпатический. Симпатический активируется, когда мы с тобой находимся в рабочем режиме. Стресс, какие-то достижения, цели и так далее. У женщин то же самое. Естественно, в этом состоянии обостряется все. И агрессия, и гнев, и гормональная система работает по-своему. И когда женщина в состоянии гнева внутреннего, а в любом случае, чтобы ты понимал, стресс — это двигатель. И твой двигатель, и мой, и у женщины то же самое. Но для женщины стресс вообще не природное состояние. Она должна сидеть там где-нибудь на лавочке и смотреть вдаль, ждать своего мужа. Но при этом никто не говорит, что она не должна развиваться. Вот так остро реагируют женщины, которые себя заматывают и пытаются что-то кому-то доказать. Но я тебе честно скажу, среди тех клиентов, с которыми я взаимодействую, у меня разные женщины есть. Есть из списка Forbes. Две барышни у меня. Очень классные. Но очень несчастливые. Понимаешь? Где-то выросло, где-то просело. Денег очень много. У меня были девчонки, которые входили в мисс-мисс, топ-модели мира, мисс-миро бикини и так далее. Достигаторы, женщины, которые ставят перед собой какие-то нереальные цели, все сталкиваются с личностным кризисом. Как ты сейчас сказал. То есть, они добиваются результата в карьере, но на уровне своей женской природы они просто неэффективны. Они не могут кайфовать, они не расслабляются, обрастают какими-то защитными психологическими механизмами. И я на самом деле не против того, чтобы женщины работали. Ну пускай работает. Но если эта женщина выматывается, если мы говорим еще про семейную женщину, она вообще как жена неэффективна, она неэффективна как мать. Она приходит домой, чем она будет заниматься? Восстановлением ресурса. Обмена энергии с мужем никакого не будет. Вот если она занимается работой в свой кайф, она получает удовольствие, она умеет делегировать, у нее какая-то команда есть. Ей не приходится работать на какого-то дядю, тем более который на нее орет сутками. Кричит, что она успевает отчет сдать. С такой женщиной интересно. Это же вопрос выбора. Кто к чему стремится? Как хочет жизнь закончить? Знаешь, я хочу закончить жизнь со своей женой, взявшись за ручки, смотреть на своих внуков, правнуков. А кто-то хочет сидеть с сумкой Шанель на берегу озера Кома в одиночестве, полоскать свою вставную челюсть в Просеке. Я сразу почему-то и приставил в Просеке. Слушай, мне знаешь просто, что интересно? Меня как-то так, ну я в целом уже давно в медиапространстве так или иначе, поэтому я в целом реагирую довольно спокойно. Но меня это не столько задело, сколько заинтересовало. Потому что для меня это было удивительно. То есть, во-первых, нам, кстати, с тобой сейчас просто пару раз сказал, должна, и нам в тот раз под выпуском напихали, типа, девушка ничего не должна, женщина ничего не должна. Но суть не в этом, что как бы мне там начали такие пихать фразы, что мужчины и женщины равны, с чего вы взяли, что кто-то вот может заниматься, а кто-то не может. И я до конца не понял как бы почву этого. То есть смотри, на мой взгляд, как бы идея, она заключается в чем? Когда я говорю, что бизнес это не женское дело, я предполагаю, что это такое, как знаешь, это мужское занятие, когда вот мужчина, условно говоря, занимается этим, вкладывает туда вот много-много-много, и потом приносит, условно, домой результаты, разделяет их с женщиной. И мне по ощущениям, ну я вот так со своей женой, по крайней мере, мне нравится приносить домой свои результаты, разделять их с ней, как бы, да. И я понимаю, что она от этого кайфует, я от этого кайфую, но, видимо, кто-то не кайфует. Да у многих женщин вообще есть запрет на получение удовольствия и наслаждения в жизни, тем более запрет на принятие от мужчины каких-то благ. Понимаешь, то есть она не разрешает себе взять от мужчины что-то, и перед самой собой заслуживает право одеваться красиво, вкусно питаться, путешествовать. Вот, я вкалываю, я там вкладываю душу. Ты же пойми, сейчас мы живем в такое время, когда, в принципе, конкуренция между мужчиной и женщиной, это такое естественное состояние эволюционное. Почему? Она же выходит на улицу, на нее не охотит, там не нападает тигр, медведь не ходит. Да, защита ей прямая не нужна. Конечно, то есть, если раньше, там, берем 500 лет назад, мужик был действительно таким звеном, который обеспечивает систему безопасности, то сейчас, как бы, она сама все может сделать. Она не чувствует стресса без мужчины. Она может пойти в магазин, купить себе фалоимитатор, она может снять себе мужика за деньги, она может купить себе шубу. Их понять тоже можно. То есть, как бы, зачем им не нужно? А если мы посмотрим еще на категорию мужчин, которые в последнее время достигают совершеннолетия, да, это инфантильные засранцы, для которых вполне естественно жить, там, за женский счет. И от этого страдает кто? От этого страдают нормальные, зрелые женщины, которые хотят семью, хороших отношений, и нормальные, адекватные мужчины. Потому что вот это пересечение, оно в любом случае происходит, когда зрелый мужчина встречает незрелую женщину, незрелая женщина, незрелого мужчину. Поэтому, когда, я помню, несколько лет назад тоже у меня был такой случай, когда я с женщинами общался, они на меня налетели, типа, вот ты там. Причем, меня чуть не побили, реально. Это на съемках было, в гримерке. Говорит, вот ты, кусок говна, ты тут рассказываешь нам, что мы должны чуть ли не сгнить на кухне. Так, нет, уж не говоришь, что вы гнили на кухне. Не надо там гнить. Это естественно, у тебя жена часто на кухне стоит. Ну, наверное, как каждый день что-то делает. Ну, она там упахивается в усмерть. Мне бы не хотелось. То есть, моя задача как мужа, каждый раз, когда я вижу, что моя жена в чем-то упахивается, мне это не нравится. Потому что она становится, ну, не хочется сказать токсичной, но энергия, которую я от нее испытываю, она мне не нравится. То есть, мне кайфу, когда жена супер расслабленная, на кайфе радостная, веселая и так далее. Моя задача, по сути, ну, я перед собой ставлю задачу, как мужчина, делать так, чтобы она была максимально вот расслабленная и на кайфах все время. При этом, чтобы она, понятное дело, она там постоянно занимается какой-то деятельностью, она там снимает, фотографирует, стилизует и так далее, там много всего. Но вот это вот именно упахивание, оно мне не близко. Потому что я знаю, что происходит, когда я упахиваюсь, и мне самому это состояние не нравится. А теперь я представляю, что моя жена так же упахалась, как я. Что это за два тела будут лежать на диване и страдать, знаешь, в таком формате. Ты знаешь, на Петровском рынке в Москве, по Новой Риге, на Новой Риге есть Петровский рынок. И люди, которые туда заезжают, не было никогда там. В Новопетровском? Нет, Петровский рынок по Новорижскому шоссе. Я знаю, Новопетровский, это тоже на Новой Риге. Короче, заезжаешь на рынок, и сразу, что бросается в глаза первым, это парковка для женщин. Там прямо парковка, и такие стоят таблички для женщин, для женщин, для женщин. И я беру, значит, заезжаю туда, на эту парковку для женщин. Там было три места свободных, а все остальные места заняты. Я паркуюсь, и за мной, значит, подъезжает ленд-ровер, открывается окно. И, знаешь, такая добротная-добротная женщина, лет под 60, и в такие серьги, у нее, значит, огромная прическа, как у Аллы Борисовны. И она мне кричит, вы что, слепой, и не видите, что здесь парковка для женщин? И я спокойненько, закрывая дверь, выхожу, и я за равные возможности говорю. Мужчины и женщины равны. Вы же кричите об этом везде. Вы же заработали себе на эту машину? Заработала, значит, вы сильная, сильная. Вы паркуетесь на пустые места. Хлопнул дверь и ушел. Иду по рынку, значит, она подходит ко мне и говорит, а я вас узнала. Да, вы этот психолог. Теперь я понимаю, что все, что вы говорите на своем YouTube-канале, это неправда. Слушай, давай будем честными. Заходишь в общественный транспорт. Места для женщин, инвалидов, детей. Ты видел где-нибудь места для мужчин? Сука, ну если у вас равные возможности, встаньте и уступи мне место. Олимпийские игры. Нормативы? Есть разница между мужчинами и женщинами? Это же сейчас огромный конфликт в Штатах из-за вот этой истории со сменой пола, что мужики меняют, отрезают себе члены, становятся женщинами и плывут в два раза быстрее женщины. Плывут быстрее, бегают быстрее и поднимают больше, понимаешь? То есть, по сути, я даже вот с женой недавно разговаривали, что гром какой-то молния, знаешь, она так под одеялом ко мне подлезет, прижмется, мне страшно. Я тебе могу так сказать, что исторически, генетически, любой сильный кризис, причем, если это спонтанный кризис, стресс какой-то, он всегда женщину ставит на ее место. То есть, он показывает ей, где твое место. Не в плане, что твое место в биологическом смысле. Это вообще, никто же не говорит про унижение женщины. Наоборот. То есть, если каждый будет заниматься своими делами, мы, наоборот, придем к какому-то пониманию. А сейчас мы не понимаем друг друга. Быстрее, что происходит. Мне он сегодня отвечал, у меня рубрика «Ответы на вопросы в Инстаграм». Друзья, я по себе знаю, что когда для работы тебе нужен только ноутбук, это кайф. Можно работать утром, можно вечером, в любой обстановке, в каворкинге или на удаленке, от Москвы до Сантьяго. За последнее время все чаще встречаю этот тренд на мобильность и получение удовольствия от того, чем ты занимаешься. Например, когда люди меняют профессию, они чаще выбирают IT-специальности. Это происходит не столько из-за денег, сколько из-за возможности работать там, где удобно, не зависеть от обстоятельств, быть востребованным на рынке труда. Люди понимают, что сфера IT останется устойчивой в любое время, и они сами могут выбирать, с какой компанией или над каким проектом работать. Самая востребованная IT-профессия сейчас – это аналитик данных. Главная задача аналитика – структурировать данные, извлечь из них смысл, найти закономерности, сформулировать и подтвердить гипотезы. Выводы аналитиков помогают компаниям принимать обоснованные решения, улучшать продукты и увеличивать выручку. Например, интернет-магазину аналитик может помочь увеличить эффективность рекламы, а HR – проанализировать и сократить расходы на персонал и корпоративные мероприятия. Поэтому сегодня я рекомендую обучающий курс «Аналитик данных» от SkillFactory. Курс идеально подойдет тем, кто хочет освоить крутую профессию и ворваться в IT, так как программа курса ориентирована на обучение с нуля, с самых азов. Возраст, уровень образования или опыт в IT – не важен. А самое интересное, что SkillFactory вернет деньги за обучение, если через 6 месяцев карьерный центр школы не найдет тебе работу. Все менторы школы – это практики с долголетним опытом в различных IT-компаниях. Они дают качественную обратную связь на домашние задания, отвечают на все вопросы. Также этот курс будет полезен руководителям и предпринимателям, так как на курсе вы узнаете, как использовать «Аналитику в бизнесе». Сейчас в SkillFactory черная пятница и повышенные скидки. А для зрителей моего подкаста, который воспользуется промокодом «Сокол», будет скидка до 60%. Ссылка на курс будет в описании под этим видео. На рынке труда важно, что вы умеете. А IT-навыки всегда будут ликвидны. Вложение в себя – самое лучшее вложение. – Прости, но я у них спрашиваю, вы где находите таких дебилов? Вот пишет, мужик говорит, женщине своей, заслужи секс, заслужи уважение, заслужи, чтобы я купил колбасу, в прямом смысле, чтобы я купил колбасу, которую ты любишь, ты не заслуживаешь. И ты, когда смотришь со стороны, ощущение, что общество поделилось на несколько категорий. На дегенератов, которые постепенно уходят в небытие, и там и мужчины, и женщины. На людей, которые запутались, не знаю, что ты с этим делаешь, надо как-то менять ситуацию жизненную. И на тех, кто что-то уже делает. И если мы говорим даже про этих феминисток, тоже такая история очень интересная. Все же начиналось не с феминизма, а с суфражизма. Это когда женщины начали оставить свои политические права, они потом смешали все дерьмо, все, что можно было смешать. Политику, личные отношения. А в результате чего это произошло? Если уходить вообще далеко-далеко в историю. В какой-то период на земле были более популярны эндогаммные браки. Что такое эндогаммный брак? Это когда живет племя индейцев, и они каким-то образом обозначены, что они все из одного племени. У них губа с таким кольцом, уши проколоты, я не знаю, и какая-то ветка в голове торчит. И вот они бегают по лесу, и всегда друг друга узнают. И брак мог быть создан только между этими людьми. Внутри племени. Только внутри племени. Почему? Потому что там были общие традиции, пусть даже если язычество, поклонение каким-то идолам, но все было общее. И никто даже мысли не допускал о том, что, например, женщина из этого племени побежит в другой лес и выйдет замуж за другого человека, за другого мужика из другого племени. Со временем что произошло? Там какие-то политические разборки. И на уровне политики начали допускаться экзагамные браки. То есть, когда, например, один народ имел право смешиваться с другим народом в политических интересах, чтобы войны там не было и так далее. И вот с этого момента пошло все это дерьмо. Почему? Потому что когда ты воспитан на одних ценностях, традициях и культуре и встречаешься с человеком, для которого твоя культура и ценности, они в принципе чужды, и вы не умеете договариваться, а строите отношения на каких-то биохимических процессах, либо потому что так нужно, а раньше очень часто семьи строились, потому что так нужно. И естественным образом там уже генетически формировалось такое, знаешь, не совсем приемлемое восприятие партнера. Сейчас, если мы посмотрим, эгзагамные браки, они тоже существуют. Если мы возьмем там Северный Кавказ, Чеченец, Чеченец на Чеченце, Дагестанец на Дагестанке. Это очень круто. Но это не говорит о том, что экзагамный брак – это плохо. Смешанный брак. Он тоже может быть прочным, он тоже может быть крутым. Но если в этом браке есть ценности, а эти ценности формируют два партнера. А ты представляешь, если они пришли в отношения, и там вместо того, чтобы договориться, они пытаются доказать друг другу, кто из них умнее, кто круче, кто, значит, более развит, у кого интеллект более высокий и так далее. Конечно, начинаются проблемы. Женщина не может по природе своей быть конкуренткой мужчине. Мы не можем быть конкурентами женщинам. Это вообще противоестественное состояние. Такого никогда не было. Вот на твой взгляд, где вот этот баланс? То есть оно же как-то… Уход ни в одну, ни в другую сторону нездоровый. То есть как, условно, я не приветствую поведение девушек, которые занимаются эскортом и ничем в жизни вообще не занимаются, кроме как торгуют по ресторанам своим лицом, с разного рода мужчинами. Так и как бы я не приветствую вот этот нездоровый феминистический настрой. Мы без мужиков и так далее. То есть и то, и то, оно нездоровое. Есть баланс. Я с тобой согласен. Для того, чтобы прийти к балансу, это что должно произойти? Смотри, есть же разные мужские движения, которые настраивают мужское общество против женщин. И получается действительно конфликт, как на поле боя. С одной стороны, обиженные мужики кричат все, женщины, сучки меркантильные. С другой стороны, женщины несчастливые кричат. Мы равные с мужчинами. Это еще самое лайтовое. А большая часть из них что кричит? Мужики козлы, мужики уроды. Блин, мы там такие-сякие. Мы и без вас справимся. Ты пойми, что здесь все взаимосвязано. Если брать в целом институт семьи, посмотри, кто сейчас воспитывает мужчин? Мальчиков. Женщины. Почему? Потому что ребенок появился, немножко подрос, даже еще не успел подрасти, и папа куда-то исчез. Папа уже с другой женщиной, либо папа вообще куда-то пропал, либо папа занимается постоянно работой. И, конечно же, у женщины срабатывают и внутренние страхи. Она начинает воспитывать этого мальчика под себя. Формирует в нем инфантильность, формирует в нем безответственность, формирует в нем отсутствие волевых качеств. Он вырастает, и в отношениях ищет не женщину себе, он ищет для себя мамку, которая будет ему подтирать сопли. А представляешь, а тут женщина, которая хотела бы, но это же, ты даже почитай сказки, ну о чем там всегда говорится? Принц, рыцарь, спас, победил и так далее. То есть женщина, она по природе своей хотела бы быть рядом с сильным мужчиной, который обеспечивает ей систему выживания. И она встречает вот такого инфантильного. Как только женщина начинает себя чувствовать небезопасно рядом с мужчиной, не только физически, финансово, морально, психологически, она сама становится мужчиной, она начинает отращивать яйца. И я не против этих феминисток, да, то, чтобы они тоже понимали. В какой-то степени я даже, у меня тоже было видео, где я рассказывал о том, что у них другого варианта нет, у них нет другого выбора. Если она была обманута несколько раз, недопонята, воспитывалась в семье, где у мамы с папой не сложились отношения, девочка была ярким, была свидетелем того, каким образом опасно быть женщиной, например, красивой, женственной. Папа ходил постоянно, изменял маме, бил ее и так далее. И она все это видела. Она подавила в себе, естественно, весь психосексуальный, все эти психосексуальные этапы взросления. И вот тебе результат. Здесь нужно уходить опять в институт семьи. Понимаешь, нужно внедрять в общество здоровое, зрелое понимание того, кто такие муж и жена, кто такой мужчина, кто такая женщина, как она научится взаимодействовать друг с другом, каким образом поддерживать друг друга. Я тебе могу сказать, даже вот эта тема феминисток, они же очень часто топят за аборты, устраивают различные эти шествия. Ну, это... Мы сами захочу, хоть это и делаем. Интересно, кстати, там же, ну, это в целом такая большая тема, сейчас, особенно в Америке, сильно муссируется, что женщина имеет право на свое тело, имеет право на аборт. Но я, кстати, здесь согласен с этим полностью, потому что ты никогда не знаешь, при каких условиях женщина забеременела. Это условно ее точно выбор. У тебя, как по мнению на этот счет? Я не согласен с тобой. Друзья, в рубрике советов я уже рассказывал вам об оптимизации бизнеса и о том, как запустить систему регламентов. Сейчас хочу вам показать на практике, как это работает, на примере одной из компаний, в которые я инвестировал несколько лет назад. Компания занимается производством детской мебели. Сейчас это топ-бренд на маркетплейсах. По факту, что мы сделали? Мы описали словами бизнес-процессы и взяли их под контроль, загрузив в систему Росквант. Сейчас вы видите всю структуру компаний в личном кабинете сервиса Росквант. Здесь у нас все отделы компаний. Производство, продажи, финансы, маркетинг, логистика. Например, в отделе продаж у нас есть ответственный руководитель и структура этого отдела с другими сотрудниками. Как это помогает? Давайте посмотрим на примере отдела маркетплейсов. Откроем вкладку «Повторяющиеся задачи». Есть задача проверить выдачу по ключевому запросу на маркетплейсах. Повторять каждые 3 дня в 14.00. На задачу отводится максимум 6 часов. Это хоть и простая, но важная для компании задача, которая требует регулярного выполнения. Сотрудник анализирует поисковую выдачу и прикрепляет отчет. То есть, вы один раз поставили такую задачу и теперь она автоматически приходит сотруднику без вашего участия. Вам не нужно держать в голове эту информацию или контролировать выполнение. После завершения задачи сотрудникам она уходит на проверку руководителю. А руководитель уже видит динамику по карточкам товаров, не заходя в систему аналитики, просто открывает квант и мониторит, что происходит на основных площадках. Вроде бы очень простое действие, но оно кардинально меняет рабочий процесс, высвобождает ваше время и внимание. Но что происходит, если менеджер эту задачу не выполнил? К работе подключается коммуникатор. Это сотрудник компании Росквант. Он напоминает менеджеру, что нужно приступить к выполнению задачи. Пишет WhatsApp и Telegram. Если сотрудник не реагирует на сообщения, то коммуникатор ему звонит и напоминает, какую задачу необходимо выполнить. Если вдруг процесс не сдвинется с точки, то задача о контроле поступает руководителю отдела. Результат такого процесса любая задача точно будет выполнена. Не потеряется и не проигнорируется. В нашей компании мы один раз выстроили работу в Роскванте и резко повысили эффективность работы всей команды. Сняли ненужную головную боль с руководства, начали больше зарабатывать. Если вы хотите подробнее познакомиться со всеми возможностями сервиса, переходите по ссылке в описании под этим видео и записывайтесь на бесплатную экскурсию в самую системную компанию. Для тех, кто уже заинтересовался, записывайтесь на диагностику бизнеса. Ребята из Роскванта уже провели более 5000 диагностик и знают узкие места, где требуется ваше внимание и время как владельца. И бонус для подписчиков нашего канала. По промокоду Соколовский вам пришлют набор регламентов, которые можно внедрить в вашей компании. Переходите по ссылке в описании под этим видео и делайте вашу компанию системной. Поехали. Ну-ка, расскажи. Нет, то, что это... Нет, выбор есть у каждого человека. Нет, потому что ты никогда не знаешь. Девушка могла заниматься сексом с каким-то парнем где-то как-то разово увидев его и случайно заберет. Вот видишь, о чем ты говорил, а потом ты задаешь вопросы, почему у нас в обществе такая хуйня. Нет, ну так это же это в любом случае же как бы выбор двоих людей. Пойми, женщину, смотри, подожди. Смотри, знаешь, как мужчина делает действия для того, чтобы это произошло, а ответственность несет как бы женщина, а мужчина уходит и забывает об этом на следующий день. Смотри, если я не буду говорить про современных женщин, да, и даже не буду называть страны. Есть страны с высокой нравственной культурой, есть страны с низкой нравственной культурой. Естественно, это мысли мы говорим про окружение девочки, которая воспитывается в семье. Вот, например, она выросла, да, не будем сейчас какие-то диагнозы заставить разбрасывать. Вот просто есть девочка, и она сидит и думает, а пойду-ка я сегодня в ночной клуб потусить. Она подготовилась заранее, там, набрилась, намылась и пришла потанцевать. Познакомилась там с каким-то непонятным выпившим парнем, обдуманным. А что бы не потрахаться? Нормальное желание. Нормальное желание. Пошли потрахались. У парня диссоциативное расстройство личности. И в ночном клубе он был, блин, галантным джентльменом в состоянии эмоционального взрыва, а он происходит, когда человек возбуждается, он превращается в доктора-лектора. Либо у него просто какое-то психологическое отклонение, там, психическое расстройство. То есть, вопрос сейчас не о морали и нравственности. Да, то есть, я не об этом говорю, что женщина должна там сидеть, значит, в ожидании своего единственного любимого. Нет, безусловно, это выбор каждой женщины. Вот этот выбор хотя бы делай грамотно. Ты же, когда покупаешь себе там какую-то сумку, платье, ты же посмотришь отзывы, почитаешь, какого качества там материалы, помада, косметика. Даже современные женщины, я не говорю про всех, но огромное количество, это миллионная армия, они относятся к себе, к своему телу, к своей женственности, как к помойному ведру. Они даже не понимают, с кем они спят. После этого, вот вопрос, она, почему, мы сейчас к абортам опять подводим аккуратненько, она беременеет, естественно, мужику вообще история неинтересна. Он не пришел в ночной клуб создавать семью. Он нашел, пошел туда как раз-таки найти такую, которую можно за три коктейля в лучшем случае, понимаешь, уложить в кровать. И нашел. И потом она что делает? Обиженная на весь мир. Она никому не нужна. А почему она никому не нужна? Потому что у нее энергии нет. Потому что когда многие женщины путают секс и сексуальность, вот современное общество женщин, они думают, что если она покажет свою грудь, свою задницу, ляжет с мужчиной быстро в постель, он скажет вау, да ни хера он так не скажет. Никогда. и здесь же в причинах этих абортов очень часто не какой-то здравый рассудок, а ненависть, непринятие самой себя как женщины, непонимание своей собственной значимости, низкая самооценка, ненависть по отношению к мужскому обществу, потому что хотим мы этого или нет, женщина, которая спит с мужчиной, она рано или поздно начинает к нему привыкать. Это тебе это 100%, это за годы моей практики уже подтвержденный факт. Женщина начинает просто так спать с мужчиной, типа для здоровья. Я всегда говорю, слушай, ну ты хочешь этого? Да, хочу. Поговорим об этом через полгода. Меньше времени проходит, пишет, Марк, я уже его ревную, я уже его люблю. По какой причине? Когда, это же не мной придуманная история. Это действительно научно доказанный факт. Женский организм начинает перестраиваться. Понимаешь? То есть, он подстраивается под мужчину, а мужской под женщину. Иммунитет работать начинает совершенно по-другому. Нероассоциативный ряд, органы чувств, репродуктивная система, биохимические процессы, биологические часы формируются в общее. То есть, это становится такой единый механизм. Если брать Библию, что там написано, отлепиться от отца и матери своей и прилепиться к жене своей. Ну, прилепиться, это значит, вы сойдетесь на абсолютно разных системах вашего организма. Женщины этого не понимают. А когда женщина спит направо-налево с разными мужиками, называя это типа «я современная, я что хочу, то и делаю», это будущие шизофренички, это будущие клиенты, пациенты онкологии. То есть, это женщины, у которых они оторвались от своей женской природы. Вот поразительно, знаешь что? Что женщина себя не знает очень много. Не своей природы, как она устроена. Иногда вопросы элементарные задаешь женщине, а он смотрит на себя такими глазами. А что это? Ну как? Ты же знаешь, что у тебя в сумочке? Погоди, давай вернемся чуть назад. То есть, ты условно, если мы возьмем тему связанной с абортом, ты не считаешь, что там есть какая-то мужская ответственность вообще в этом? Нет, мы к этому еще не пришли. Я считаю, знаешь, что считаю? Мне кажется, что здесь абсолютно равноценная ответственность за это, потому что мужик, который, он должен думать о том, что он делает конкретно, и нести полностью ответственность за результат своих действий. И наоборот, то же самое. То есть, я не обесцениваю ни тех, ни других, не говорю, что кто-то один. Это совместный процесс, совместный взрослый. Совместная ответственность. Если мужчина, вот женщина говорит, я беременна, я тебе уверяю, количество абортов во всем мире сократится на 90%, если мужчина скажет, ну, два рожать, Все. Проблема с абортами решена. Если мужчина будет нести ответственность за свои поступки. Но опять, ты же пойми, что мужчины-то тоже разные. И, ну, всякое может быть. Вот, давай поставим себя на место мужика, который решил просто переспать с женщиной. У него и в мыслях не было с ней, значит, семью строить либо детей рожать. Порвался презерватив. Вот она забеременела. Он говорит, я беременна. Первое, о чем думает мужчина? А если это еще произошло, прикинь, в первый день, как они познакомились. Он сидит и думает, слушай, если она со мной в первый день, может, она позавчера с кем-то другим, а неделю назад еще с кем-то другим. Тут же, вот эта история вся со вседозволенностью сексуальной и вообще в обществе нагнетаемая, секс-просвет такой, знаешь, он мешает нам быть адекватными, зрелыми людьми. Ты бы не подумал об этом? Ты просто представь такую ситуацию. Ну, у меня, как бы, взгляд, видишь, на жизнь другое, скажем так, немного, и я в целом стараюсь посмысленно подходить к любым вопросам, и тем более к вопросам, которые могут фундаментально влиять на ход твоей жизни. А ребенок от незнакомой женщины это фундаментальная вещь, которая меняет ход игры в целом на 180 градусов, если ты адекватный человек. Поэтому я себе просто в голове допустить подобных вещей не могу. Но мне просто кажется, что, как знаешь, типа, ты, когда мужик, когда делает какие-то действия, он должен учитывать риски, и что эти риски придется потом как бы нести вместе с собой. Понятное дело, что есть как бы женщины, которые там легкомыслно относятся, но и мужики тоже самое, которые делают действия, они не задаются вопросом о последствиях, а что будет потом, а что, если она забеременеет, а такой шанс есть, как бы, каким образом будет дальше строиться понятие. потому что мужчина сливается, большая часть мужиков сливается, он говорит женщине, слушай, это твоя проблема, делай что-нибудь. Ну вот, и она, именно поэтому и возникает вопрос, то, что женщина, она говорит, я хочу, как бы, право на аборт. Смотри, вот я все-таки всегда рекомендую женщинам, прежде чем это сделать, пойти на тот же аборт, проконсультироваться очень хорошо и с гинекологом, не с гинекологом, для которого аборт, это, знаешь, естественная процедура, вычистил там все, давай пока. Это же катастрофа для женского организма. Матка, она же не предназначена для того, чтобы там что-то выковыривали, убивали жизнь, которая там зародилась. Там есть определенная настроенная структура, процесс природный, выполняющая свои функции. Репродуктивная система, она работает как часы. И в этом случае, опять же так, если мы возвращаемся вот к этой истории нравственности и морали, культуры в обществе, это нужно пребывать женщинам с ранних лет, со школы и мальчикам в том числе. Рассказываем о том, как нужно формироваться как личности для того, чтобы не оказаться разведенной, брошенной с детьми, абортированной, потом вообще без функции деторождения, а мальчикам тоже рассказывать, что не за счет женщины ты там становишься супергероем. Большая часть мужиков, чтобы ты понимал, знаешь, что говорят мужчины своим женам, это статистика моя, которую мы у себя ведем и в онлайн-школе, и в институте. Большая часть мужчин, которых жена ловит на факте общения с другими женщинами в социальных сетях, переписка, сайты знакомств, там какие-то, виртуальный секс и так далее. Говорят, в этом нет ничего такого, я просто повышаю самооценку. Не растет мужская самооценка от того, что ты соблазняешь женщину. Она никогда не вырастет. Ты можешь переспать со всеми женщинами мира. Максимум, что с тобой произойдет, ни хера хорошего. Это просто воспоминания яркие. Мужская самооценка, она от чего растет? От достижений. Вот ты поставил перед собой цель, спустя год добился ее, у тебя уже яички побольше стали. Ты думаешь, вот это крутяк. Понимаешь? Еще цели поставил, добился, ты еще круче стал. То есть, значимость твоей личности растет. А там это все история, она не про значимость. Это уход от ответственности, невротические состояния. А женщины на это ведутся. Понимаешь? А по статистике, кто чаще изменяет, мужчины или женщины? Да плюс-минус одинаково. А с чем это связано, на твой взгляд, в одном и во втором случае? Если говорить про мужские изменения, вот здесь нужно вообще рассмотреть структуру секса, то есть, саму природу сексуальную. Если мы говорим про сексуальную природу мужчины, она одна. Мужчина идет в сексуальные отношения женщины, чтобы сбросить энергию. Вот он ее накапливает, накапливает где-то. Он идет и сбрасывает. А женщина занимается сексом, чтобы принять эту энергию. То есть, начинается такой взаимообмен. И это, кстати, к вопросу, какую энергию сбрасывает в тебя мужчина. Ты же пойми, вот задумайся, почему многие семьи, где нет ни денег, ни счастья, ни любви, ни понимания, они просто такие деградирующие. Она же деградирующая семья. Ты посмотри на них. Мужчина с чем приходит в женскую постель? И что впитывает в себя женщина? Так было всегда, мы себя не обманем. Так будет еще через тысячу лет. Если женщина спит с алкашом, рассчитывает на то, что в ее жизни все будет прекрасно, и ничего хорошего не будет. Если она спит с наркоманом, с бездельником, с каким-то абьюзером, насильником, с психически нездоровым человеком, она никогда не будет счастлива. Он отдает ей энергию совершенно гнилую, токсичную, она ее впитывает, потом задает себе вопрос, почему у меня так все плохо в жизни. И вот эта сексуальная история, она же вся упирается в сексуальный интеллект. А сексуальный интеллект, это же не про то, чтобы снять просто с себя трусы. У нас у всех разная сексуальная конституция. Мы себя толком-то не знаем. Если мужчине, например, для того, чтобы возбудиться, несколько минут нужно. Он лежал, бутерброд ел, смотрел телевизор, там какая-то реклама мелькнула, 25-й кадр, женская грудь, он бутерброд оставил, задницу почесал и на кухне тапками шуршит. А там жена, понимаешь, и он к ней сзади. А у нее другая история. Если ты ее схватишь без предупреждения за грудь, для нее это как таксист ее схватил. Ее нужно подготовить, она по-другому возбуждается. Для нее секс – это определенный ритуал. Это не говорит о том, что в семье не может быть спонтанного секса. Он тоже может быть. Когда муж подошел, схватил жену, посадил на тумбочку какую-нибудь и вошел в нее. И такое может быть. Но это в любом случае, чтобы так происходило в семейных отношениях, там уровень прокаченности интеллекта сексуального совсем другой. Там присутствует забота, внимание, уважение, диалог между людьми. Тогда вот такие внезапные, спонтанные случаи соития, они вполне уместны. А если это семья, где люди не заботятся друг о друге, никаким образом друг друга не поддерживают. Конечно, там начнутся конфликты. И у нас женщины что делают часто? Она из страха, что мужчина ее бросит, либо найдет себе любовницу, либо начнет изменять, часто ложится в постель к мужчине, сама того не желает. Имитируя удовольствие, показывая, что якобы ей хорошо и прекрасно. Ты же чувствуешь слабый сигнал вай-фая? Чувствуешь? Ни хера не грузится. Так же и здесь. Мы не можем этого объяснить. Ты же вай-фай не трогаешь. Так же и здесь. Обмен энергиями происходит. Ты входишь в женщину, которая в принципе тебя не хочет. Она спит с тобой не потому, что она в кайфе, а потому, что у нее страх, потому, что у нее обиды, потому, что у нее тревоги и переживания. Это все впитываешь ты в себя. Так же. Понимаешь, подключился, тык-тык-тык-тык. И когда мужчина от такой женщины из постели встаешь, что с ним происходит? А по факту он как будто бы водички с солью попил. Нет, ну так, и я возвращаюсь к вопросу по поводу того, почему те или иные люди изменяют, почему изменяют мужчины, почему изменяют женщины, как это связано? Причина, я к этому себе подвожу, смотри, причины и измены могут быть совершенно разными. Если люди на уровне отношений сексуальных не развивают сексуальный интеллект, то есть они не изучают партнера сексуально, будут проблемы. Женская измена, она все-таки такая, знаешь, более, даже не эмоционально, она более выверена. То есть женщина начинает искать защиту. Там даже больше речь идет не про сексуальный контакт, про защиту, почувствовать себя нужной, значимой. Мужчина, в принципе, тоже не изменяет для того, чтобы подержаться за чью-то задницу. Это все херня. Мужчина идет на измену для того, чтобы также почувствовать свою значимость. Он хочет почувствовать себя особенно. Слушай, приходит мужик домой, а там его жена, это мы возвращаемся к началу видео, которая пашет постоянно наравне, как он, потому что считает, что она должна быть крутой. она уставшая, а он-то приходит домой и думает, она наполнена силами, энергией, он хочет обнять, поцеловать, ну не надо, ну не сейчас, у меня голова болит, то и сё. То есть он не чувствует, что он пришел домой в ресурсное состояние. Там нет ни хера, там нет женщины, там есть вот бизнесмен, баба в юбке, мужик в юбке. Будет он себя чувствовать кайфово? Нет. Приходит он к эскортнице. Как она его встречает? Она ему тапочки наденет. С этого момента он начинает чувствовать себя императором. Понимаешь? Она берет его за ручку, провожает его в ванну, высушивает его одеялом, полотенцем, намазывает его маслами, задает ему очень важный, наверное, устал сегодня. Ты, наверное, много работаешь, ты, наверное, много думаешь, а ты, наверное, такой-такой. И вот она его уложила. Понимаешь? Сделала все процедуры с ним, наполнила его энергией, и он от нее наполнился, ей отдал. И он вот с этим ощущением кайфа, я король, выходит оттуда. Либо любовницу себе заводит, которая потом ему написывает втайне, я по тебе скучаю, без тебя не могу. В мужчине важно чувствовать себя нужным женщине. А современные женщины, вот эти достигаторы же, они не могут дать мужчине этого состояния. И ответственность мужчин в этом тоже есть. Когда мужик заставляет свою женщину работать, это, я часто говорю, ты подписываешь себе спертный приговор. Вот если ты говоришь своей женщине, иди работай, нам нужны деньги, пиздец тебе, как мужчине. Ты больше не мужчина для нее. Начался период отчета. Почему? Представь себе, что на твою женщину, как твою жену зовут? Мою жену зовут Сандра. Сандра. Представь, Сандра устраивается на работу, на молочную фабрику, где разливают в Тетарапаг суперполезное молоко. И там есть Семенович, начальник цеха. И он на твою жену ходит, благим матом орет из-за того, что она не успевает расфасовывать эти банки. Можете я представить? Нет. Так слушай. И вот она приходит домой, тебе говорит, Саш, ты представляешь, этот придурок на меня сегодня целый день орал. Все ему не так, все ему не так. А ты такой сидишь вот так, в такой позе, как сейчас. Ну да, блин, конечно, ну да. То есть, это то же самое, что мы с тобой, ты же пойми, генетика, генетическая память, она до сих пор еще ориентирована на тысячелетнюю историю. Это то же самое, что ты сидишь у себя в деревне тысячу лет назад, точишь метод, значит, как это, блядь, слово, точишь меч, короче, решил заострить свое оружие. Прибегает Сандра, Саш, я там грибы собирала, а мужик из соседнего села сказал, что я там самая, блин, плохая женщина в мире и толкнул меня. Головы нет, блядь, понимаешь? Она-то чего ждет? Что ты сейчас встанешь, пойдешь, блядь, упакуешь его в этот тетропак. И как только женщина, это же подсознательная реакция, она начинает понимать, что кроме моего мужчины есть более сильный самец, перед которым пасует мой мужик. У нее уважение к тебе пропадает. А представь себе, если она работает в обществе, вот сейчас же модно, эти все бизнес-центры, там туда-сюда. Вот она работает в бизнес-центре, где есть более успешные мужчины, чем ты. Вот она идет там на бизнес-ланч куда-то, а они все сидят, там, там, Ролексы, Бенкли, у них там, Феррари. Она красивенькая такая, зашла и взяла себе котлетку, там, какую-нибудь с пюрешкой. И они начинают к ней подкатывать. И она-то, да, на уровне своей морали и нравственности, и любви, там, к мужу скажет, ой, я замужем, я то и это. Но, хотим мы этого или нет, она будет задумываться рано или поздно о том, что ее мужик, который вместо того, чтобы самому развиваться, двигаться вперед, использует ее, как страховку, заставляет ее работать на тяжелой работе, наравне с ним, потом еще требует от нее чего? Чтобы она приходила домой, была сексуальной кошкой, а она не может быть сексуальной кошкой уже для тебя. Ты проиграл. Ты показал ей, что вокруг нее и вокруг тебя есть другие самцы. Все, ты не пометил территорию. До свидания. Ну вот смотри, эта модель, я понял твою, то, что, по сути, это вина во многом, мужчины, что он создает такие условия, а в обратную сторону, то есть, каким образом, на твой взгляд, вот представь ситуацию, что женщина, у нее там, не знаю, все есть, и мужчина все обеспечивает, и вот все хорошо, и он все равно идет изменять. Почему это происходит? Он идет изменять? Слушай, здесь причины, вот можно прям перечислять бесконечно. Начиная от того, знаешь, вот для многих мужиков, например, секс, алкоголь, становится таким стабилизирующим психику фактором. Может быть, у него расстройство какое-то сексуальное, мы знать не знаем. То есть, здесь все очень индивидуально. Мы можем в общем, мы сейчас в общем с тобой говорим, но безусловно, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Есть мужчины, например, мужчина и женщина живут в семье, у нее потребность в сексе раз в две недели, у него три раза в неделю. Он и так с ней пытается, и так, и вот как бы, и вот всякое. Она говорит, ну я не хочу, ну я не могу, ну я пятая, десятая. Слушай, есть там женщины, живущие с дефицитарной сексуальностью, они сами этого не понимают, делают все возможное, чтобы не подпустить мужчину к близости с собой. Где-то даже выходит замуж, там за алкашей, за наркоманов, за мужиков, в которых часто обнаруживают какие-то недостатки, чтобы опираясь на эти недостатки, не подпустить его к себе близко. То есть она находит испорченного мужика для того, чтобы не спать с ним. Сама этого не понимает. А рассуждает, ходит по другам, говорит, как бы я хотела встретить нормального мужчину, почему же нормальные мужики вот есть, чтобы вот эта любовь, романтика, и не нужна романтика. У нее избегающий тип личности, дефицитарная сексуальность. Если все это вместе соединить, она наоборот будет искать себе мужчину не для того, чтобы пойти в близкий контакт, а для того, чтобы не пойти в близкий контакт. А вот был бы ты другим, и у нас были бы другие отношения. Понимаешь? И вообще вся эта история с изменами, о которых мы говорим, если даже про женщин говорить, ну, нельзя шаблонно тоже рассуждать. Есть же женщины, которые изменяют мужчине, потому что им хочется просто потрахаться. Ну, я тебе... Вот это же не... Все, что я сейчас говорю, это статистика общения с женщинами на протяжении многих лет, которую я веду. Еще раз говорю, и у нас в онлайн-школе, и в институте у меня. И мне это интересно как специалисту, это интересно моим психологам. Я тебе просто расскажу одну историю из моей практики. Приходит женщина, говорит, значит, так-так-так, Марк, вот я там в отношениях с абьюзером, он меня бьет, вплоть до того, что даже окурки в меня тушит, сигаретные, когда я сплю. Если он меня пытается разбудить, говорит, я не просыпаюсь, он у меня бычок может затушить. Вот у меня вся спина, говорит, в ожогах, все. И мы с ней работали над чем? Работали над тем, чтобы у нее появился ресурс выйти из этих отношений. То есть просто оставить этого человека в покое. Потому что от абьюзера уйти очень сложно, тем более, если у тебя уже есть зависимость. Там же зависимость не только психоэмоциональная, но еще и гормональная очень сильно. Мы с этим делом справились, она от него уходит. Я ей говорю, слушайте, терапия на этом не закончена. Нам сейчас нужно работать дальше для того, чтобы вы не вляпались в новые отношения, в которых вам будут делать больно. Нет, я уже все знаю, я уже все поняла, у меня уже все здорово и прекрасно. И ушла. Появляется через год, там чуть больше может быть. Приходит, садится напротив меня и говорит, Марк, у меня проблемы. Я говорю, какая? Я вышла замуж. Я так сижу и думаю, может опять за абьюзера. Она говорит, ну вы не поверите, я вышла замуж за очень хорошего мужчину. И он меня так любит, он меня на руках носит. Он заботится обо мне, он очень культурный, при этом он очень сильный, очень красивый. Давай показывай к нему фотографии. Слушай, там реально, знаешь, ну такой домашний альфа-самец. Вот как в кино. Здоровенный по два метра роста мужик, при деньгах, с бизнесом, с такой, знаешь, рожей, блин, волевой. Что нужно еще, вот как бы казалось бы. И она его прям как описала, ну идеальный, мечтать только можно. Но у меня появился любовник, она говорит. И вот она рассказывает историю. Каждый раз, когда я встаю из постели от своего любовника, на меня находит рвотный рефлекс, и я могу блевать 10 минут в туалете от вот этих ощущений, которые я испытываю после секса с ним. Она показала мне фотографию любовника. Ощущение, что его лопатой с детства били по голове, блин, и по лицу, и по ушам, блин, ты понимаешь, везде. И она сама говорит, то есть в сравнении с моим мужем это, ну, какая-то гниль, это вот чмо какое-то. Я это понимаю головой, но постоянно иду, и он меня унижает, он мне пишет какие-то смс-ки. Ты там тварина, ты жаба, там еще какая-то конченая, ты не женщина, ты, блядь. Это любовники ей пишут. И она идет на это постоянно. Почему так произошло? Потребность, она же жертвой была много лет. Потребность в страданиях никуда не исчезла. А здесь нет повода страдать. Понимаешь, здесь есть повод кайфовать и радоваться. А она не умеет жить такой жизнью. Это очень серьезная психологическая проблема. Здесь нужен психотерапевтический подход, который может длиться несколько лет. И таким женщинам в новые отношения вообще переться нельзя, потому что они ломают жизнь мужчине, которого они встречают. себе еще усложняют ситуацию. И вот представь себе. Круто? Мне, значит, я вот слушаю тебя, и у меня возникает вопрос, а вообще здоровые-то отношения, они вообще есть? Бывают? У меня, например, я не знаю, в доме все хорошо. У меня хорошо все. То есть, в чем ключевое отличие? Просто, знаешь, я так себя слышу, у меня остается ощущение, что вот оно всюду какое-то нездоровье во взаимоотношениях. Нет, понятно, что сейчас даже многие из твоих подписчиков могут подумать, что я там преувеличиваю, да, но я же психолог, ко мне не приходит рассказать, что получили зарплату. Ко мне приходит рассказать о проблемах и мужчины, и женщины. И поэтому я о проблемах и говорю, и статистику эту проблем тоже веду. Смотри, есть разные разные категории людей. Давай будем вот честными и не будем никому врать. Ни я тебе, ни ты мне, ни тем более твоим подписчикам. Вот есть интеллект, есть нейронная сеть. Вот представь себе, женщину, у которой нейронная шкала развита на 70% от 100% потенциала. Достаточно такая прокачанная женщина, умная, эрудированная, образованная, с ценностями, с каким-то внутренним масштабом личности. Она встречает мужчину, его нейронная шкала развита на 20%. Он обезьяна тупая, он не умеет разговаривать, он не умеет мыслить, у него мертвый эмоциональный интеллект, он просто вот... И вот они пытаются создать отношения. На... В период влюбленности, когда будут зашкаливать гормоны, они более или менее будут понимать друг друга. Там будут срабатывать все, что угодно. И биохимия, и эмоциональная составляющая, и не только. Но когда это все утихнет, и они выйдут на контакт человек-человек, где нужно будет сесть и сказать, например, она ему говорит, ты знаешь, для меня очень важно в отношениях, то есть это такой мой язык любви, я чувствую себя значимым в этот момент, когда ты меня обнимаешь, там, целуешь меня, говоришь мне приятные слова, а он сидит на нее, смотрит там, блядь, и я такой, какой я есть, не нравится, блядь, дверь открыта. Потому что он дебил, он же ж не... Я не подкаблучник, сегодня мне пишет девушка. Вот мне мужчина сказал, что он мне не звонит, потому что он не подкаблучник. Где вы их находите? И вот ты вдумайся в это. Как этим людям договориться? Никак. Ну, никак. О чем речь? О том, что если встречаются два более или менее осознанных партнера, почему когда мужчина и женщина знакомятся, очень важно изучить друг друга не на уровне сексуальной совместимости. Сексуальная совместимость это такое понятие, знаешь, которое формируется очень быстро в семье, где люди понимают друг друга. они там договорятся всегда. Вот когда ты узнаешь человека, его интересы, его ценности, чем он занимается, что читает, какие фильмы смотрит, какую музыку слушает, насколько он вообще пытается быть в развитии, в расширении масштаба личности. И если ты понимаешь, что вы совпадаете в этом направлении, у вас все будет прекрасно. то есть вы договоритесь. Если уровень развития совершенно разный, договоренностей никаких не будет, у вас не получится. Возникает вопрос, что после периода влюбленности все заканчивается? Нет. Там начинаются новые этапы, которые формируются, реализуются за счет осознанности. Это что за этапы? Это же логичная история, что у тебя первые полгода, три года есть гормональный фонд. Ну там 10-20 месяцев. У тебя есть гормоны, которые у тебя зашкаливают на фоне этих гормонов. Ты как подросток, у которого много энергии. А потом это переходит. У тебя наверняка есть опыт взаимодействия с людьми, которые женаты 10-20, сколько это, много лет. Что формируется? Смотри, что происходит. Это одна из самых ключевых ошибок и мужчин и женщин. Наша общая ошибка. Мы в период влюбленности говорим друг другу «Я тебя люблю». Хотя любви там еще нет. Представляешь, вот мы по ощущениям внутренним воспринимаем взаимодействие с партнером как любовь. Мы чувствуем потребность в партнере, мы нуждаемся в нем. Как раз таки в период влюбленности. А так как там очень много биохимии и так как там очень много эндогенных гормонов, которые влияют на нас как наркотики, вызывая сильное привыкание. Мы начинаем признаваться друг другу в любви. Я тебя люблю. Период влюбленности заканчивается. Мы выходим на этап взаимодействия человек-человек, личность-личность. Там, где уже появляется присыщение и привыкание друг к другу. То есть, уже прикосновение супруги к моей руке либо к спине не вызывает вот этого ощущения или наоборот. и как раз в этот момент у людей возникает мысль о том, что любовь закончилась. Теперь мы должны разбежаться. Мы должны расстаться, потому что мы же не чувствуем вот этого эффекта вау. Эйфории. Никакой эйфории нет. Эмоциональности повышенной нет. Мы приземлились. Это хорошо или плохо? Это просто факт. Это естественно. Это факт. Это факт. Все же хотят все равно эмоции. Все же хотят вот этого драйва первостепенного. А вот дальше, дорогой мой, и начинается построение отношений с позиции зрелости личности. Когда ты не тобой управляет организм твой, биохимия и влюбленность и эмоции, а когда ты начинаешь управлять собой, отношениями с женщиной, привыкли друг к другу. И вот здесь от вашего развития многое зависит. Когда вы узнаете друг друга, когда вы развиваете сами, становитесь интересны друг другу с новых сторон, когда у вас есть общие ценности, традиции семейные, увлечения какие-то, есть понимание того, что если в семье появились дети, то мы, мама, папа здесь с детьми, мужчина и женщина, мы без детей. И вот из таких мелочей, из таких маленьких кирпичиков, эти этапы, они и проходят. И прежде, чем дойти до этапа действительно признания в любви настоящей, на это может уйти и 4, и 5, и 6 лет, чтобы ты, а может быть и больше, у всех по-разному. Но, а люди не хотят этого даже понимать и изучать. А как же вот, ну знаешь, есть такая теория, что это прям много кто говорит, что вот есть у тебя какие-то природные импульсы, условно, то, что тебе вот природа, и если ты их подавляешь себе, то это плохо для тебя. То есть, ты вот как человек, который произошел, как предполагается, там, от обезьяны, условно, от животного, да, ты должен следовать своим инстинктам и идти за ними. Вот это вот, это бред или это... За какие инстинктам? Ну, как знаешь, то, что человек, там, встретил женщину, допустим, мужчину, и мужчина-женщина, у них там первые, не знаю, три-пять лет, энергия, там, эмоции и так далее, а потом не проходит, это признак того, что все, цикл закончился и должен начаться следующий. То есть, это как природа, да, заведено, то есть, вот, и то, что этому нужно следовать, это прямо большой пласт людей, которые транслируют такую идею, что мужчина и женщина, они должны следовать за своими природными инстинктами. То, что если нет эмоций, значит, как бы все, вот тебе как бы игра закончена, как говорится, следующий этап. Или это бред, на твой взгляд? Я не согласен с этим вообще. То есть, это самое, понимаешь, это самый простой, безответственный способ найти оправдание, легитимное такое, своему, своей неготовности быть осознанным человеком, психологически зрелым. Вот, понятно, что большая часть людей выходят из периода влюбленности и разочаровываются в отношениях. Иногда это разочарование может быть аргументированным. Ну, действительно, ожидания от отношений были одни, а там в отношениях все совершенно по-другому. Но, есть семьи, в которых все вроде бы здорово и прекрасно, но они не чувствуют такой яркости. И, действительно, кто-то из партнеров может посмотреть налево, найти для себя новый раздражитель психоэмоциональный, подумав, что вот оно, мое счастье. А там будет то же самое. Вы опять перейдете из этого, выйдете из этого этапа, и ты опять поймешь, что оказывается и здесь не так. И ты можешь бесконечно бегать, забегать в отношения, проживать период влюбленности и убегать оттуда. Но это не говорит о том, что это норма. Это говорит о том, что ты должен понимать, во-первых, почему так происходит, какие-то причинно-следственные связи обнаружить для себя. Тут нормы, наверное, нет. Для кого-то одна модель взаимоотношений, для кого-то, потому что есть... У тебя когда здесь дети появились? Относительно чего? Относительно начала знакомства с Андрой и появления первого ребенка. Мы же поженились, и через пару месяцев она забеременела первый раз. А поженились мы спустя, по-моему, шесть или семь месяцев после знакомства. Вот, смотри. Сейчас мы семь лет вместе уже. Смотри. Это же тоже... Мы же не пальцем деланы, правильно? У нас есть... Ну, я так считаю, что есть там высший разум. Вот. Теория взрыва, ну ладно. Можем эксперимент провести, кстати, относительно теории взрыва как-нибудь. Я, кстати, его проводил очень много раз. В плане чего? Ну, когда встречаешься с людьми, которые считают, что мы... Вселенная, люди, вообще все живые организмы были созданы в результате, там, в общем, газообразований где-то наверху. Никто не выдерживает этот эксперимент, все сдаются. А что за эксперимент? Я потом тебе расскажу, пусть это сюрпризом будет. Так вот, если брать, просто посмотреть на развитие мужчины и женщины. Вот вы познакомились. Вау, кайф, все классно, у вас там страстный секс, вы нравитесь друг другу. Опять, почему это, для чего это состояние дано? Если бы вы познакомились с женой, я с женой, другие мужчины и женщины без, без гормональной поддержки, мы бы никогда не были вместе. Знаешь, почему? Потому что много нюансов у каждого. Ты можешь сейчас зайти в ресторан, подойти к женщине, которая там сидит, ест салат, цезарь с креветками, взять ее вилку, блин, смачно ее вот так облизать. Никогда. Почему? Потому что у тебя есть определенные, какие-то социальные нормы, ограничивающие, есть внутренние барьеры. Представь себе, что если бы тебе кто-то сказал, что это твоя будущая жена, ты тоже бы так не сделал. И даже если бы это была Сандра, ты бы так не сделал, если бы она не была твоей девушкой и женой. Но гормональная система, всплеск гормональный, у тебя же начинает, ты превращаешься в самого настоящего наркомана. И в этот период мы с легкостью адаптируемся друг к другу. То есть этот период дал, чтобы мы прошли период адаптации. А тут у вас влюбленность. Вы такие все, вау, вау, поцелуй. И вы из одной вилки идите, уже и целуетесь, и обнимаетесь. И твоя там, этот палец самый родной, понимаешь, и родинка самая родная. То есть все, вот это соединение произошло. Следующий этап. Гармончики утихли. Вы уже с позиции личность, личность начинаете общаться, осознанность. Тут появляются детки. Это что? Это отражение нашей любви, проявления в детях. Это твое продолжение. Ты начинаешь воспринимать по-другому свою женщину. У тебя формируется определенная степень ответственности. Мужчине нужен стресс всегда. Мы не можем без стресса жить. Мужчина без стресса это деградирующий додик. Понимаешь? И в отношениях семейных, вот как раз таки, когда, безусловно, это катастрофа. Мы, по-моему, с тобой уже говорили про это, что женщины часто хотят мужиков удержать возле себя, чтобы они никуда не ходили, ни с кем не общались. Но это же проблема на самом деле. Когда мужчина понимает, что он становится папой, ты помнишь свои ощущения? Помню, конечно. Надо все самое лучшее, надо это, надо то, пятая, десятая. И так было всегда. И так будет всегда. И вот эти ребята, которые размышляют и кричат, что мы лучше, мы круче, феминистки, мы и без вас справимся, поговорим об этом. Наши дети будут об этом говорить. Ты посмотришь, ну, конечно, что уже этого не увидим ну да но будет все по-другому я помню что мы сразу раз выпуск записывали на этом были комментарии на тему того что вот ты сидишь и осуждаешь с позиции того как надо но при этом сам у тебя там разводы за плечами и так далее то есть и почему если ты такой умный как говорится то ты сам да ты же пойми что эти люди не смог не смог первый раз слушай да я что вы никогда не скрывал я тоже был отмороженным дебилом молодым оторванным понимаешь и когда я создавал бы создавалась моя первая семья я понятия не имел вообще что такое быть мужчиной чтобы быть отцом при этом даже понимая все психологические основы я никогда вообще не думал что я там получив образование буду когда-то применять его в своей жизни вот это учитывая то что я воспитывался в очень религиозной семье понимаешь вы заканчивал школу миссионеров несколько раз должен был быть проповедником библию перелопатил без ног до головы не только и поэтому слушай но вы мы все можем быть в разные в разных состояниях в разный период жизни слава богу что я сейчас не деградант меня это абсолютно устраивает понимаешь на то что у меня там был какой-то опыт слушать это мой опыт и через лезу к кому-то в дом там говорю ты неправильно живешь я в общем озвучиваю свою мысль ты принимаешь либо не принимаешь ну да у меня первый брак развалился и 2 тоже вот я сейчас вот в третьем браке все у меня прекрасно замечательно а у тебя нет эти ощущения ты смотри у тебя такая наслойка помимо вот того что ты это твоя деятельность и ты видишь очень много проблем да и мало хорошего скажем так то что люди приходят с проблемой это раз а второе это вот как раз религиозная наслойка то что у тебя тут сам говоришь такой да и религиозный опыт он все равно закладывает определенные взгляды и ценности и видений мира и то что это в какой-то мере может давать тебе не объективную картинку к каких-то вещей то есть так или иначе большое видение как бы проблем плюс условно или вот эта религиозная картина она тебе на выходе может не в работе я не к этому не склоняюсь нет психотерапия да психотерапия какие-то духовные основы это духовные основы на поэтому прям мое личное мнение но может быть совершенно я бы то что твое личное оно может не совпадать здесь очень важно понимать разницу да вот люди которые меня видят в интернет пространстве они меня видят немножко с другой стороны то есть мы не находимся с тобой даже здесь сейчас в психотерапевтическом процессе то есть здесь я такой ну можно прямо говорить попсова медийный там психолог который называет вещи своими именами правду матку лепит высказывает свое мнение кому-то нравится слушают кому-то не нравится не слушай но если мы говорим про работу в кабинете естественно там совсем другая история этика профессиональная и не только и никакого навязывания своего мнению нет то есть это вообще две большие разницы а если подвести линию вот смотри возьмем ну давай начнем вот с мужчин вот на твой взгляд какой формат и образ жизни должен быть у мужчины для того чтобы ему было комфортно с собой комфортно в отношениях и чтобы все у него складывалась то есть из чего на твой взгляд должна состоять жизнь какие элементы работа творчество я не знаю семья дети то есть какой ты видишь баланс вообще начали хочется про мужчин потом про женщин вот как ты это видишь смотри я все страшно есть же как бы и супер успешные женщины которые и в семье преуспели и в деле в своем преуспели и у них там и пятеро детей счастливый брак и они там ну вот все и понятно дело что это картинка возможно который я вижу там я знаю людей да со стороны может у них там свои какие-то из таракан но тем не менее это же самое что мужчины есть которые преуспели и там и сям вот как как ты видишь какой баланс составляю смотри здесь тоже конечно можно так шабло шаблонно рассуждать но у меня очень простое мнение я считаю что каждый человек должен прожить эту жизнь в радость и удовольствие в кайфе в наслаждении соприкосновение с какими-то внутренними ценностями своими без попыток кому что-либо доказать потому что когда мужчина выходит на такую значит дорожку я докажу всем что я крутой но это хреново заканчивается инсультами инфарктами в молодом возрасте импотенции и так далее тогда понятно что я уже говорил что для мужчины стресс это двигатель такой и но стресс какого плана да если тоже я спросить потому что не стресс его постоянно и не спускает все семейные бабки на украшения то это стресс который это это стресс убьет а я имею ввиду стресс от поставленной цели вот ты поставил перед собой цель ты не движешься сталкиваешься с трудностями преодолеваешь эти трудности вот про такой стресс я говорю если он нашел себе бабу невротичку блины она его там каждый день мне нужно это мне нужно 5 купи мне одно купи мне 3 деньги тратит любви никакой нет исключительно материальные такие отношения конечно с ума там сойдет а если она абьюзер вообще его уничтожит ты знаешь какое количество мужчин в отношении женщинами абьюзерами а в чем это проявляется я сейчас тебе расскажу женский абьюз он трудно вычисляем потому что в обществе принято считать женщина слабая она эмоционально ничего плакать сразу конечно уходят закрываются и мужчина себя чувствует как я гондон обидел бедную женщину и женщина не манипуляторы очень многие они манипулируют даже сами этого не понимаю кто-то манипулирует сексом кто-то на манипулирует мужчины вызывание у постоянно чувство вины типа вот такой разочарование у тех тебе разочаровалась то есть все что происходит на уровне мужского газ этого абьюза там тоже и газлайтинг есть там есть газлайтинг очень распространен то есть когда женщина пытается внушить мужчине что все что происходит в его жизни это лишь кажущаяся видимость то есть типа ты вроде бы успешно но ты не успешный ты сексуальный но ты не сексуальный есть мужчины покруче уничтожают мужиков своих лишают их энергии не только волевых качеств сексуальной энергии и женщины которым вообще не выгодно чтобы рядом с ними был нормальный успешный мужик и выгодно чтобы рядом с ней был какой-то лох неудачник она не может быть в отношениях с нормальным мужчины она не будет чувствовать свои значимости погибнет возле него поэтому мужчине очень важно не обманывать себя не бояться быть слабым не бояться показывать себя с позиции проигравшей стороны не нужно постоянно лезть куда-то и доказывать всему миру что я все могу мне большие яйца я сейчас все совсем справлюсь как только мужчина позволяет себе быть слабым это уже огромный огромный бонус к его здоровью к его волевым качествам потому что сила то она формируется наша горючая про такие уже про моральные морально до волевые качества она же формируется не только в победах понимаешь но и в поражениях а если ты боишься признать поражение ты никогда не сформируешь себе более сильную позицию ты будешь постоянно убеждаться в том что ты слабак если ты будешь упорота лезть как баран на новые ворота доказывать всему миру ты будешь наоборот становиться слабее вот следующий момент важный это конечно же конечно же не утрачивать себя рядом женщины как мужчин огромная ошибка мужчин в том что мы рядом женщинами начинаем отказываться от того что определяет нас как мужчин это например что ну например у тебя есть свои ресурсные состояния вот у тебя какие ресурсные состояния у меня время одному проводить на серфе кататься вот если вот так и саша жена тебе начинают выбирай либо я либо серф представляешь да то есть одной стороны любимый человек с другой стороны любимое занятие как только ты пожертвовал частью своей жизни своих увлечений обвинять человека другого этого обвинять ты начинаешь ненавидеть этого человека потому что забрав у тебя то что для тебя ценно он тебе ничего не дал взамен вот а многие мужчины так делают они приходят в отношения из страха что женщина будет бузить злиться начинает отказываться от спорта от общения с друзьями от увлечения своих даже от состояния побыть один на один вот мне например тоже нужно иногда просто побыть одному я что теперь мудак какой-то нет я так восстанавливаюсь мне нужно вот посидеть позалипать о чем-то там подумать поразмышлять и для мужчин это одна из таких важных потребностей не переставать быть мужчиной рядом женщины это сложно это сложно многие многие мужчины считают что если вот особенно в период влюбленности это происходит то есть они начинают отказываться закрывать глаза на какие-то важные для себя вещи да а потом когда тоже не можешь откатиться потому что уже нож стал ты пообещал да почему раньше раньше был тут у меня раньше было так и поэтому надо просто подходить ко всем этим вопросам более осознанно понимая что период влюбленности заканчиваются потом будешь кусать себе на логоточке это про мужчин это ключевые моменты что на твой взгляд может быть я не все озвучил давай теперь за с женской стороны здесь женщины которые реально преуспели и в карьере и в браке и в материнстве и там в женственности своей во всем то есть вот на твой взгляд какие это женщина почему им это удается что у меня просто за им задать им хорошо в этом состоянии ну что значит преуспение но преуспели это значит что она реализовывается творчески например при этом зарабатывает деньги при этом она женственно она энергична но если она в этом кайфует да но это здорово придано с приезжие такие женщины чтобы на твой взгляд то или такой не веришь есть почему но вот это же наверное такой идеальный как бы баланс когда человека когда женщина она и как бы развивается занимается каким-то своим делом и она и у нее в семье все хорошо и то же самое что у мужчины если мужчина преуспел в бизнесе у нее нет семьи это как бы ну не полноцен и в какой-то мере и то же самое здесь если женщина преуспела в семье но она допустим не преуспевает ни в каком то с вами в развитии ни в чем то это тоже как бы по сути неполноценно вот я или как раз пытаюсь Missouri про мужчину ты сказал да какие-то такие аспекты которые нужны для того чтобы он был гармоничен и при все на смотрим что у женщины в принципе у любого человека да есть внутренняя мотивация есть внешне за счет чего формируется где внутренняя мотивация женщины она соприкасается со своей но это вот это слово женская фраза женская природа она такой обтекаемая конечно она соприкасается со своими увлечениями ценностями то что и дает на радость удовольствие наслаждение вот естественно возникает потребность в этом зависимость параллельно если она например встречает еще мужчину который становится для нее внешней мотивации но дополняет еще и внутреннюю мотивацию такое бывает очень часто когда люди встречаются женщины встречают правильного мужчину и они вот в таком тандеме развиваются вместе и конечно женщины женщины получится быть и мамой и преуспевать в своем деле и радоваться и улыбаться быть ярко красиво и интересно если мы говорим про женщину которая жертвует собой это еще называют мудрыми женщинам мудрая женщина все мудрые женщины в онкологии лежат жертвенности быть жертвиной это не мудрость поэтому женщине очень важно быть своем ресурсе в потоке в радости в безопасности в удовольствии в наслаждении это ее ресурсное состояние если она все делает из страха он а я помню тебе уже сегодня говорил что у нас большая часть женщин находится в поиске мужчины из страха одиночества из-за того что у них возраст уже какой-то там подталкивает их выходить замуж вот когда женщина находится в радости в кайфе в удовольствии тогда у нее все получается таких женщин другие женщины не любят потому что кому-то дается все очень легко а кому-то все очень сложно понятно что объяснить это нашим родителям невозможно если маме свои скажу приду наш которая работала всю жизнь там почти да и приходила домой падала с ног три смены скажу вам тебе нужно быть в ресурсном состоянии в радость и удовольствие она мне такую радость и удовольствие устроит понимаешь я такого и не скажу и почему потому что он тогда был другой период временной тогда люди по-другому жили по-другому развивались возможности таких не было как сейчас понятно что всегда знаешь будут люди которые работают на кухне кто-то на ферме на кто-то бизнесмен это не говорит о том что все мы должны быть супер богатыми но вот для одной женщины реализация это когда она создала семью с мужчиной родила детей и вяжет красивые эти там носочки для детей продает вот у нее это и успех она кайфует от этого а для другой женщины руководить многотысячным коллективом успех нужно понимать запрос и мы же очень часто проживаем не свои мечты ставим перед собой цель да только лишь потому что вы позавидовали кому-то а вот у нее есть и так тоже мне надо мужчин тоже самое при этом занимаемся не тем что к чему мы вообще предназначены то уходим от своего предназначения и я просто много раз на себе это проверял и результат был очень хреновый многомиллионные долги в общем не по той дорожке идешь ничего хорошо понял зафиксировали и наверное я тебя спрашивал в тот раз в другом немножко контексте но хочу сегодня как бы на этом вопросе тоже зафиналить вот для тебя как для человека с большим семейным опытом и человеком который постоянно так или иначе в теме отношений погружен вот как ты для себя формулируешь и как ты ощущаешь что такое любовь я себе уже говорил я хочу послушать с со временем изменения ничего не изменилось вот смотри если тогда говорил да я могу быть собой рядом с тобой да ты можешь быть собой там рядом со мной ну там муж и жена и это же на самом деле если поверхностно смотреть ничего не значащая история ни один мне кстати после выпуска написал один мужик и говорит но я же не могу своей жене сказать что я хочу пойти в стриптиз-клуб и сказать я хочу быть собой рядом с тобой но это все вдруг совсем другая история понимаешь это уже не про любовь почему мы даже когда сегодня говорили про этапы до чтобы дойти до состояния любви там должно пройти какое-то время и иногда жизненные обстоятельства так складываются у людей их что-то очень сильно объединяет и любовь формируются быстрее у кого-то дольше тебе интересно мое мнение не твоя да да вот я тебе просто просто если говорить про мою жизнь вот мы с моей супругой да вместе не так давно до снасти вот и теоретически теоретически мы как где-то через полтора года должны подойти к периоду любви настоящий такой ну а практически все по-другому потому что мы пережили совершенно разные этапы за эти за это время мы похоронили сына понимаешь первого который у нас право прожил немного с нами и умер у нас родился второй сын то есть нас как-то вот наша жизнь совместно окунула в совершенно такую среду не для многих семей невыносимую и допустим я как человек который постоянно сталкивается с трагедиями других людей могу сказать что статистика она вообще не совсем ободряющая и позитивная я говорю сейчас про семьи где происходит утрата ребенка там люди просто-напросто многие перестают взаимодействовать друг с другом это травма для мужчин это травма для женщины кто-то уходит в себя кто-то спивается кто-то сбухивается люди расстаются и у нас как-то получилось преодолеть этот периода не разругаться наоборот стать ближе со временем родился давидик вот ты его видел так издалека нам четыре месяца им вот и поэтому для меня любовь это все-таки честность искренность но это все и входит я могу быть собой рядом с тобой это когда мы слышим друг друга я прихожу жене своей ты знаешь вот я прилетал сюда в дубае без нее два раза и ты знаешь в месяц лечу в командировку мне нужно сделать то 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 и понятно что там она где-то на уровне своих внутренних ощущения отпустить мужика в город где эскортниц больше чем надо сколько их надо вообще неизвестно но их очень много по крайней мере такие слухи ходят до что здесь там супер много женщин легкого поведения вот но могла бы сказать нет но могла бы сказать ну все таки прозрелость это зачем себе обманывать вот у меня любовь это про какой-то внутреннюю честность с собой когда ты себя и не себе не придумывая что ты любишь человека ты я ее люблю а сам думаешь о другой женщине или я люблю своего мужа сама мечтает вот был бы у меня мужик какой было бы счастливой девочкой нет мне ничем не друг другу не обязаны по сути точно обязан своей жене покупать там украшения какие-то и заботиться не ты это делаешь потому что ты любишь и равно как и одна тема не должна наготавливать твое блюдо любимое она делает потому что тебя любит вот иногда просыпаюсь смотрю на свою жену и понимаешь что чужая женщина в постели лежит я этого человека знаю всего-то пять лет до этого жила своей жизнью своими интересами увлечениями тут появился я и она в моей жизни появилась это очень сложный вообще такой период когда вам нужно стать родными но по факту чужими вы чужие но вы родные это непросто услышал твою мысль я так восполнил сейчас но интересно что прошел год а идея она твоя не видоизменилась значит она фундаментально ты проверку проверку мне устроил значит идея фундаментально да и значит она лежит внутри предлагаю на этой яркой ноте зафиналить наш сегодняшний подкаст потому что мы сегодня конечно наговорили спасибо тебе большое давай зафиналим по традиции ребят вопросами к вам во первых обязательно подпишитесь на канал воткните лайк на это видео если вам понравилось дизлайк если не понравилось врубите колокольчик чтобы не пропускать свежие выпуски ну и по традиции самое важное пишите в комментариях ваши мысли какие-то идеи что то что вы подчеркнули для себя может быть что то с чем вы согласны вам это срезонировало или может быть наоборот чем не согласна но понимаете что это повод задуматься о чем-то это будет вашим выводом вашим инсайдом давайте делиться и самое главное самое главное не знаю хотим приз сделать давай небольшой какой-нибудь давайте какой-то денежный что ли да не можно не денежный можно какую-нибудь княжулю или что-нибудь еще или что-нибудь такое полезное у меня книжка есть девочка-девушка-женщина мужикам не стоит нет но если у него если если есть дочь вообще офигенная книга ну давай ладно одну книжку много не будем одну книжку за сам смотрите лайкайте комментарии мы выберем 20 самых залайканных из них я выберу один и вот этот человек и получит полезную книженцу все дорогие мои подписывайтесь кидайте лайкосы и увидимся в следующих выпусках спасибо тебе большое спасибо пока